Приветствую вас, мои дорогие! Вы на канале Жанны Фетисовой. Это уже финальная, пятая часть видео о том, что съела моя кожа. Пустые баночки. Здесь будет декоративная косметика, наконец-то, и уход. Суки на первые четыре части этого видео я оставлю вам в описании, как всегда, в своем комментарии. Давайте продолжим. Очень странно, но понравился мне настолько, что я даже его разрезала вот за такую смешную цену. По-моему, даже рубль у меня стоил, не удивляйтесь, на сайте Фуберлик очень часто бывают вот такие возможности. Ну, фактически, она есть у каждого, кто делает заказы, накапливаются баллы, вы можете просто за рубль там, или даже бесплатно, не помню, по-моему, все за рубль, да, приобрести что-то вот такое, да, небольшое. Я должна вам сказать, что вот эта серия ботаника, вот тоник я вам, да, показывала, очень приятная, мне понравилась. То есть, это очень бюджетное средство, они направлены на, вроде как, антивозрастной уход, я не заметила ничего такого антивозрастного, но очень хорошо сыворотку увлажняла. Она предназначена под глаза, но я наносила на все лицо, ее, в общем, немного надо, она такого кремообразного была, типа беленькая. И здорово, мне очень нравилось, она у меня в туалетной комнате стояла, и как-то довольно долго я ей пользовалась, несмотря вот на такой малюсенький объем. Сколько здесь, 15, да, миллилитров? Да, 15. Она маленькая, но она хорошо увлажняет, и так что, я думаю, если вы что-то заказываете на сайте Фаберлику, у вас скапливаются баллы, мне кажется, вот если она все время за баллы даже не продается, а отдается, то берите, не думайте. Она шикарно работает и под глазами, и на лице. Хорошая, приятная очень средство. Я скомпоную какие-то продукты от Фаберлик. Значит, очень понравился мне энзимный пилинг. Вы видели, как я его использовала, я вам показывала в видео, но я его не как бы использовала как скраб, хотя там есть скрабирующие частички, но я вам уже рассказывала, я не использую скрабы, в принципе, для лица. Мне понравилось все, был приятный такой легкий кремовый аромат, было приятное действие, то есть буквально отбеливание тона кожи на полтона или тон даже, как работают энзимы, я вам уже рассказывала, оставлю ссылочку на это видео. И я могу сказать, что вот такие пилинги, они гораздо, гораздо, гораздо активнее работают и здорово вычищают поры, сужают их, и омертвевшие клеточки снимают сильнее, чем скрабы и даже кислоты. Так что на энзимы обратите свое внимание, это такая вот вещь нужная, особенно для взрослой кожи. Да, под глаза, естественно, его наносить не нужно. Как-то спокойно я так использовала эту сыворотку, ну, в смысле, не то, что нервничала, а как-то не запала она мне особенно в душу. Это термал терапия, в уикенд, да, неплохо увлажняла, но не более того, то есть я думаю, что в Берлек есть получше сыворотки. И вот сейчас я вам покажу следующую. Да, она может быть менее выгодна по цене, то есть она дороже, я здесь побольше объемна. Тем не менее, мне показалось, она, ну, должна быть дешевле. Ну, это мое личное мнение. Не так, чтобы она сильно увлажняла кожу. В общем, подходит, знаете, кому, у кого не сильно нуждается кожа в увлажнении, то есть для, скорее всего, для жирной кожи, вот, наверное, вам очень понравится. Хотя маска ночная вот из этой же серии уикенд, мне понравилась даже очень. Я использовала с огромным удовольствием. В прошлом видео давала вам свой отзыв на нее, так что обратите внимание. Вот у меня честные отзывы, чтобы вы не волновались от бренда Фаберлик. Тем не менее, они молодцы, никто ни на кого не обижается и продолжает со мной сотрудничать. Я могу на какую-то сумму в определенное время делать заказы. Вот, так что я жду по-прежнему, что вы, что вам интересно протестировать. Жду в комментариях. Пишите. Я тестирую это для вас, друзья. Для того, чтобы вы могли выбрать самое-самое лучшее. Поверьте мне, там действительно есть что попробовать. И в частности, я бы рекомендовала даже очень пробовать вот эти вот сыворотки. Мне понравились абсолютно все, которые я пробовала в золотой такой же вот упаковочке. Вот это серия Эксперта, омолаживающая программа H-Power 1. Очень хорошая. Действительно, есть такой, знаете, эффект выровненной такой, ровненькой кожи, увлажненной, но при этом глянцевой такой, знаете, подтянутой. То есть, я бы использовала эти сыворотки как сос. Например, вам нужно хорошо выглядеть, вы не выспались. Вам нужно куда-то быстро-быстро собраться, при этом, чтобы ровненько, очень быстро, легко лег макияж. Чтобы не наносить тону косметики, что-то такое маскировать, да, подбирать что-то, чтобы не было видно морщинок, в общем, и т.д. Скорее всего, лучше пользоваться вот такими сыворотками. Оставила специально для вас. 1053 у него артикул. Хорошее средство. Из золотой упаковочки, я повторюсь, такое же хорошее средство. Вот такие вот ампулки, они одноразовые, то есть, вы срываете уголочек и выливаете. И мне много, честно говорю. Я наносила от зоны шеи декольте. И на лицо и под глаза их тоже можно. Я бы, знаете, все-таки на две части бы поделила, особенно если наносите на тоник. И я думаю, что можно все-таки в холодильнике, по крайней мере, сохранить. И так аккуратненько вертикально поставить, чтобы ничего не пролилось. Но это мое мнение. Конечно, производитель рекомендует одну ампулу сразу же выливать. Я не думаю, что она настолько не сохранная, что она сразу же испортится на следующий день. Вряд ли. Ну, просто действительно жалко сразу все выливать, потому что средство хорошее. Понимаете? То есть, оно рабочее. То есть, в отличие вот от этой сыворотки, которая увлажняет, но приятно. Но ничего такого сверхъестественного не делает. А тут вы сразу результат видите. У вас прям такая глянцевая, ровненькая кожа. Это очень приятно. Я, кстати, снимала видео много раз уже в тестировании вот таких сывороток. И вам тоже понравился эффект. Так что вы заглядывайте в мой плейлист. Фаберлик, если вы ищете что-то такое. И у меня честные, как вы уже поняли, тестирования. Я очень близко показываю кожу, чтобы вы видели результат. Вот это мне очень понравилось. Очень сильный аромат. Для меня приятный. Но кого-то может оттолкнуть. Ну, в общем-то, здесь и написано, что здесь натуральное есть эфирное масло. А грейпфрута есть оно и соответствующий аромат. Довольно сильный. Также здесь есть масло органы, энотеры. Ну, в общем, ваниль, каолин, витамин Е. Савонри. Бюджетный бренд из Санкт-Петербурга. Насколько я помню, они мне присылали несколько средств. Естественно, я выбрала для тела. Все такой вот уход. Мне нравится именно питательный уход, потому что у меня склонная к сухости кожи. У кого не такая кожа, у кого не нуждается она вот в таком уходе, вам вот это средство совершенно не нужно, потому что она очень густая. Здесь, видимо, еще есть воск, потому что не так хорошо это масло плавится. Не идеально. Она такая тугоплавкая немножко. И нужно какое-то время, чтобы оно, соответственно, впиталось. Но оно бюджетное, и, в принципе, кто любит вот такие ароматические, натурального аромата штучки, можете попробовать. То есть, это доступно по цене. Активация стволовых клеток. Вот такой кремчик у меня закончился. Мне так нравятся вот эти кремы и сыворотки. Есть крем-сыворотка. В общем, они в различных вариантах. Есть чуть гуще, чуть более такие легкие на лето. Но они так шикарно увлажняют. И по ним так легко делать массаж лимфодренажный. И вы тоже стали покупать вот именно вот эти вот средства, которые очень хорошо увлажняют. И вы тоже очень довольны. Говорите, что довольно экономично используется. Потому что нужно немного на увлажненное тоником лицо так хорошо разносится. Ребята, ну, мне кажется, за эту цену можно себе позволить. Это не люкс какой-то безумно дорогой. Сэкономлено на упаковке, как вы видите, в профуходе. Особенно каких-то невероятно красивых упаковок. Ну, редко. Только если принципиально настроено на то, чтобы вот лакшери такой уход, то да, тогда да. А, в принципе, очень часто в профуход он в таких вот очень простых упаковочках. И, собственно, есть еще большего размера. Вообще большая такая простая упаковка. Ну, ими косметологи пользуются. На них делают массаж в салонах и лица. И вот на их маслах тоже делают массаж тела. И мой косметолог тоже оценила. Сказала, очень хорошие натуральные масла. И она тоже кое-что уже пробовала, заказывала. Еще одна баночка, которая у меня улетела в мусор раньше времени. Но ничего страшного, упаковка хотя бы сохранилась. На ней даже лучше видно. Баночка уж совсем морепусенькая была. Вот такие в подарок высылаются. Либо за покупки, либо с календарем клиник. Я уж не помню, где, откуда она у меня пришла. Календарь я имею в виду адвент. Календарь там, где пробнички, такие вот миниатюры и тревел-версии. Можно попробовать по выгодной цене. Значит, я должна вам сказать, что вот этот крем All About Ice. Хочу, чтобы вы его запомнили и не покупали. У меня таких, увы, много. Лучше бы был All About Ice Rich. Настолько он питательный и шикарный крем. Рич именно серии. И настолько бессмысленный вот этот All About Ice. Ну, то есть, может быть, на лето, когда очень жарко, когда не хочется. Но ничего, и кожа сама по себе очень влажная. Может быть, тогда имеет смысл. Но, в принципе, тем более для возрастной кожи он не дает ничего. Он очень быстро впитывается. И все. И дальше нет ничего. Да, он приятненький. Да, хороший состав. Вот у Клиник вообще шикарный состав. Кстати говоря, обратите внимание. Но, увы, он не работает на взрослой коже. Крем под глаза All About Ice. Если только это не Rich, просто Ice, не покупайте. Смысла нет. И вот насколько же мне понравился в противовес Клиник шикарный крем от Estee Lauder Day War Eye. То есть, это такая дневная одежка для области вокруг глаз. Ну, правда, оно шикарно увлажняет. Есть питание. Он такой легенький. Он впитывается вместе с тем, оставляет очень приятную такую пленочку под глазом. И вы не ощущаете, у вас нет стянутости. Он прекрасно ложится под макияж. Вот этот крем я бы советовала. Ну, вот прям прелесть. Он действительно стоит своих денег. Здорово, что у меня вот таких несколько пробничков было в подарок. Вот таких маленьких, то ли 7, да, 7 миллилитров. Это приятно. Это половина полного объема в подарок за покупку что-то. Уж я там не помню, что я покупала. Несколько раз я делала покупки ароматов и еще чего-то. В общем, обратите внимание, вот с сайтов официальных вот такие подарки идут. Не всегда такое бывает в каких-то сетевых магазинах. Да, там бывают скидки чуть больше, но подарков не дарится. Вот этот крем обожаю. Я так думаю, что в дальнейшем я буду его для себя приобретать, если будут какие-то скидочки. И кого-то расстрою наверняка. Да, наверняка. Потому что многие любят очень эту сыворотку. Опять же, вот такие две миниатюры были у меня, приходили мне в подарок. С этим кремом, по-моему, как раз. Ну, с разными заказами. Потому что вы видите, у одной есть пипетка, у другой нет. Она обычная. Но содержимое абсолютно одинаковое. Их знаменитая сыворотка Advanced Night Repair. То есть, та сыворотка, которая при условии постоянного использования будет у вас как якобы средство Macropolis. То есть, она не накапливается, а она вот именно постоянно. Вы должны им пользоваться. Но для постоянного использования это дороговато. Особенно учитывая то, как я поливаюсь сыворотками с огромным удовольствием. У меня очень много кожи впитывает. Мне, конечно, ну, я не знаю, за пять тысяч сыворотка каждый день. У меня она уйдет. Вот я полные два объема полных использовала. Они сколько там, по 30 или по 50 миллилитров даже. Сколько они, я уже не помню. Они у меня улетели недели за две, может быть, за три. Ну, представляете. Но это у меня, может быть, кто-то год будет использовать. Кстати, если так долго использовать средство, убирайте в холодильник на всякий случай. Потому что, конечно, это не очень полезно. Значит, и та, и другая полностью вот в ноль. Пустые. Со скоростью света у меня ушли. Не могу сказать, что они как-то очень сильно меняют состояние моей кожи. Даже в процессе использования. Но хуже не делают. Лучше тоже за такую цену, за полную покупать не буду. Обещаниям верю. Если будут и мне их присылать в подарок, буду использовать. Но сама не куплю. Ну, и еще два уходовых средства. Любимых мной, которые мне понравились. Потом будет несколько единиц декоративной косметики. Да, у меня тоже иногда что-то заканчивается. Независимо от того, что я не каждый день делаю макияж. И уж тем более яркий. Значит, то, что я уже повторила и я вам показывала. Это L'Oreal. Роскошь питания. Использую для массажа лица. И наношу на зону шеи и декольте. Как завершающий уход после всего ухода. То есть, мне приятно это. А это сухое масло. Поэтому оно очень быстро впитывается. Оно не держится слишком долго. Оно не жирнит лично мне кожу. Но на зону-то его не наношу. Но только когда, может быть, делаю массаж, чуть-чуть потом промакиваю. То есть, все. Мне нравится в нем все. Кроме яркого аромата. Иногда он надоедает. Поэтому я его меняю на какие-то другие масла. Ну, вот, к примеру, на масочку от Шоконад. Да? Шоколадную. Или на какие-то нейтральные. С нейтральным ароматом масла. Но, вот, покупила заново. Уже мамочке делала массаж. Снимала отдельное видео. 50 плюс, 60 плюс уход. В основном в этом возрасте сухая кожа. Так что, посмотрите, для кого это актуально. Я снимала прям такое пошаговое со схемами ухода видео. И вот там мы использовали вот такое масло. Отлично. Мне нравится. У него есть очень-очень дорогие аналоги. Но я считаю, что, в принципе, если нужно сэкономить, то это можно сделать. И это очень хороший продукт. Здорово питает кожу. Закончились у меня патчи, наконец-то. Я уже даже устала их восстанавливать. А как восстанавливать патчи, я вам рассказывала в отдельном видео. То есть, их не обязательно выбрасывать. Их можно промыть в проточной воде, сложить и дальше наполнить тем, про что я рассказывала в отдельном видео. Загляните. Я оставлю вам ссылочку. Вот такие от 5 фит. Дешевле всего приобретать 600. С небольшим они там стоят. Иногда около 700. Что-то такое. На сайте iHerb я ссылочку вам всегда на скидку оставляю. Так что заглядывайте. Очень часто бывают распродажи корейской косметики. Вы можете еще дешевле их купить. А у нас, например, в Москве и других интернет-магазинах они до 2000 стоят. Рублей я считаю, что не стоит. Совершенно такие деньги тратить, если можно сэкономить. И доставка там тоже бесплатная. Очень часто на iHerb, потому что вы достигаете определенного какого-то объема. Там 3000 рублей и все. Дальше у вас бесплатная доставка. Но я думаю, что вы сейчас, когда зайдете на этот сайт, вахнете. Какие там витамины дешевые. Наберете всего и точно у вас будет бесплатная доставка. Значит, здесь черные такие вот они были. Я не раз показывала вам, как они выглядят. Такая черная капелька. Хорошо очень они увлажняют. Особенно приятно они работают, когда вы их убираете в холодильник. То есть, если они полежали в холоде, они работают еще лучше. Убирая отеки. Это быстрый способ сделать макияж. Вы наносите эти патчи под глаза. Собственно, вот так их прилепляете. Можете даже две штуки. Можете не обязательно под глаза их прилеплять. К примеру, налепить их на любую абсолютно зону, на носогубную складку. Вот так вот. И будете такими красивыми. Или прилепить вот так. Или... Ой, они такие до сих пор приятные. Или обратной стороной. Видите, они просто уже у меня рвутся. Или, например, обратной стороной, как я часто делала, чтобы перекрыть вот эту самую зону, где могут образовываться какие-то морщинки. Да, такие более явно выраженные. Если у вас мешочки под глазами, естественно, вот этой стороной тогда имеет смысл вот на сам мешочек холодненькими их лепить. Ну, и, как я уже сказала, восстанавливайте, восстанавливайте, не выбрасывайте. Используйте, пожалуйста, естественно, аккуратно их мойте. Но, тем не менее, это очень-очень экономичный продукт. Особенно с условием, что их можно восстановить. И снова несколько средств, недавно буквально закончившихся. Понравился мне вот этот гель для душа. На мой взгляд, все, что содержит крем или масла, это, конечно же, лучше, чем обычный гель для душа для такой вот сухой кожи тела, как у меня. Жалко, что маленький объем. Но, в принципе, попробовала и хорошо. То есть, теперь я знаю, что можно, если продается, он и в большом объеме вот такой вот гель брать. Приятный аромат, нежный. Вот таких вот цветочков, не знаю, чего там, пион или чего-то. В общем, вот такой гель я могла бы рекомендовать тем, у кого сухая кожа. Регулярно уже приобретаю вот такой эко-вид в магазине Фикс Прайс Деликат. Гель интимный. И я так думаю, что и дальше буду приобретать. Ну, при условии, что не будет распродажи на мой любимый гель, который я приобретаю еще в магазине. Не литуаль, вот этот с нежным таким легким ароматом. Но очень-очень быстро заканчивается. Но он и бюджетный. Зато он совершенно не пенится. Однако, прекрасно справляется со своей задачей. Жидкое мыло. Густое масло для волос, перцовое. Стимулирует рост волос. Тоже из магазина Фикс Прайс. Софита Косметик. К сожалению, не смогла использовать для волос. Один раз нанесла, стала смывать. И немного попала на верхнее веко, на оба глаза. Я не знаю, как нужно его смывать, чтобы вообще ни капли, ни капли, особенно если смываешь душу, не попадало на лицо или глаза. И я просто оболтела, честно вам скажу. Простите за это выражение. Но действительно, было очень больно. И горели глаза. И было очень неприятно. Поэтому я решила, что буду использовать его в качестве массажного такого вот масла в душе. То есть я наносила его на какие-то проблемные зоны. В принципе, на все тело. Оно не так сжется на теле, а как на волосах, а уж тем более в глазах. И делала массажик. Потом смывала. То есть тогда кожа приятная, увлажненная. Но я бы не советовала приобретать вот с такой целью. Я знаю, что некоторые используют. Наверное, нужно смывать очень-очень тщательно и очень аккуратно под краном. Но мне это совершенно неудобно и неинтересно. Тем более, что есть и другие хорошие масла без перца. Тоже в магазине FixPrice прекрасные от этого же самого бренда. Честно говоря, не вижу необходимости пользоваться именно этим. Тем более, вот с таким кошмарным эффектом. Значит, закончилась у меня вот такая вот помадка. Абсолютно вот все в ноль. Шиэн Шай номер 07. Я рассказывала вам, что вот такие помады я использую вот такие вот жирненькие. Да, которые дают эффект, как будто бы вы блеск наносите на губы. Ну, вот сейчас уже ее сложно нанести. Но тем не менее, видите, она прям такая вот переливающаяся. Она очень здорово увлажняет губы. Так что вот вам подсказка, как использовать такие помадки, которые у вас залежались. Ну, или просто, например, вы не хотите как-то сейчас совершать покупки. У вас много помад. Попробуйте использовать их в качестве блесков для губ. И в качестве, естественно, гигиенической помады. У нее сильный вкус сладкий. Аромат вкусный, но сладкий вкус имеется. Для носки дома пошла отличная. Решила расстаться с консилером, на котором уже нет никаких опознавательных знаков. Но это Hippolyrgenic серия от бренда Bell. Консилер неплохой сам по себе, если наносить его под глаза. Ну, у меня есть консилер под глаза, и я сейчас его не собираюсь так использовать. Мне чуть-чуть все-таки подсушивать он будет. Я уже это знаю. Потому что, когда я наносила его на лицо, он мне таки, да, даже на лице чуть-чуть кожу подсушивал. Он имеет очень светлый оттенок, но, в принципе, желтоватый. Это самый светлый, насколько я помню, тон вот такой. Его половина здесь осталась. Я его подарю тому, кому он больше подойдет. Дело все в том, что я начала его использовать, ну, и хотела использовать, из-за того, что у меня как консилер под глаза не подошел, на какие-то проблемные зоны, если они есть. Ну, и растягивала, естественно, на лицо. Я стала замечать, что он на мне лежит как-то некрасиво. То есть, он проваливается у меня в поры. То ли ему, знаете, как плотности, что ли, не хватает. Он все-таки такой гелевый, немножко, или муссовый даже, как-то так вот текстуры. Я бы так, наверное, ее назвала. То есть, он в поры. Хотя у меня поры, ну, я думаю, я много раз показывала вам свое лицо очень близко. У меня не видно как таковых пор. Но он как-то умудрялся каждый раз их подчеркивать на лице. С различным тоном его тоже пробовала. И тогда он портил тон. То есть, вероятно, это просто не для моего типа кожи. Консилер половины здесь осталось. Отдаю. Не закончился у меня до конца, но уже просто хватит, сколько можно открыто и держать. Я уже открыла другую сыворотку, Сус Лаш Бустер от Эволайн. Я думаю, все знают вот эти вот сыворотки, которые якобы должны... Кстати, аромат нормальный, не изменился. Якобы должны отращивать реснички, что-то такое. Нет. На самом деле, ее хорошо использовать для того, чтобы завить реснички и оставить вот эту форму в неприкосновенности. Потому что у многих реснички вниз опускаются от тяжелой туши. Белая, вот как вы видите, да. И, конечно же, ее обязательно нужно перекрывать каким-то средством, которое... Ну, каким средством? Собственно, тушью, конечно, надо перекрывать. И светлая какая-то цветная тушь тут, наверное, не очень подойдет, потому что будет видна черная, синяя, коричневая. Вот это хорошо перекрывается. Вот эта вот белизна такая на ресницах. Но, еще раз повторюсь, для тех, у кого действительно проблема с тем, что реснички смотрят вниз, вот попробуйте вот этот вариант. Совсем не обязательно использовать какие-то гипер-выдостойкие туши, которые потом, знаете, как вырви глаз. Прежде чем смыть, нужно тереть, тереть. Что, к сожалению, выбрасываю за ненадобностью, потому что не смогла как-то к этому приспособиться, либо это испортилось. Начнем, наверное, с кисти давайте от бренда Эльф. Очень, кстати, популярная кисть. Вы видите, что происходит с ручкой. Я вам уже рассказывала, что неправильная, на мой взгляд, вот делать такие деревянные ручки с лаковым покрытием. Ну, потому что вы же кисти моете, да? И они будут лопаться через какое-то время. Но шикарная, ну, даже уже не стала она здесь просто в пудре прозрачной, минеральная. Шикарная совершенно кисточка вот сама по себе. Она настолько мягкая, она настолько хорошо моется быстро. И очень-очень жаль, что вот такие вот ручки. Ну, к сожалению, просто пользоваться неприятно уже в таком виде. Вся отваливается уже, ну, из-за вот этой не очень удачной ручки. Поэтому, увы, должна с ней расстаться. Очень сильно пигментированная румяна. Жаловалась вам уже в своем видео о косметике, которую я выбираю на месяц май. PB05, в общем, Pinky Rose, это называется от NYX. Неудачная румяна, на мой взгляд, очень похожая, знаете, на такие румяна какие-то дешевые. Пигмент въедается в кожу, его очень тяжело растушевать. И это слишком, слишком много пигмента. Если это были бы тени, я еще понимаю. Но все равно это не растушевывается. То есть для теней, ну, даже это было бы не очень удачным продуктом. Но уж тем более для румян. Выглядят они красиво. То есть вот такой красивый матрасик. Но, к сожалению, формула подвела. И закончился у меня блеск для губ. К сожалению, очень мне нравилась эта серия. Такую же я подарила, но фиолетовой мамочке. Ей тоже очень нравится. Это уходовое даже в большей степени средство, чем тонирующее. Потому что он полупрозрачный. Он дает свет при очень таком плотном нанесении. Но начинает течь, если вы слишком много нанесли. То есть, в принципе, он не рассматривается как помада. Хотя это такой блеск помады. Я думаю, всем известны вот эти самые серии. Называется это Glows Prodigy номер 01. Выглядит он вот таким темно-коричневым. Но на самом деле, как я уже сказала, полупрозрачный. Очень имеет приятный аромат. К сожалению, имеет вкус сладкий. Так что имейте в виду, это когда приобретаете вот такие довольно дорогие средства. Если вы не любите вкус в помадах. Да, здесь есть вкус, но приятный. Тоже такой конфетный. На губах глянцевый. Для меня абсолютно комфортный. Для меня не липкий. Хотя, может быть, кому-то и покажется он липким. Мне нравится эта серия помад, блесков. Поэтому, когда у меня закончится что-то, я точно приобрету еще. Но, возможно, в более светлом оттенке. Хотя, этот довольно быстро сходит с губ и остается просто таким, ну, чуть бежеватым, слегка малиновым оттенке блеском. Я использовала полностью абсолютно. Как вы видите, все светятся. Все стеночки. И там, ну, практически ничего осталось. Только вот, ну, может быть, на два вот таких сводча. И все. В общем, средство мне очень понравилось. Точно могу вам рекомендовать. Если видите в распродаже особенно, берите. И последнее средство, к сожалению, закончилось у меня. Ну, какой-то прям совсем маленький. Ну, такой хороший. Мне так понравился. Карандаш от Фоберлик. Ну, сколько там? Ну, это же ужас. Нельзя так мало класть средства. Тем более, такое, которое подходит. Это светлый самооттенок. У меня 0,1. Я вам несколько раз показывала. Он такой оливковый цвет имеет. Мне нравится. Потому что, когда я окрашиваю брови, то хочется чего-то светленького. Вот сегодня у меня темный карандаш. Вивен с собой. Мне кажется, у меня сильные интенсивные такие брови. Активные. Но я люблю еще светлее. Вот. И он давал такие очень натуральные бровки. Я вам даже в видео показывала, как я его наношу. Но он ломался. Знаете, такой мягенький. С ним надо быть аккуратной. Я не привыкла к таким карандашам. Я так раз смазнула. Два-три. И он у меня раз ломался. Два. В общем, я так думаю, что я буду его повторять. Потому что я не нашла пока похожего. Вот такого супер-супер натурального цвета. Оливкового, светленького. Если вы что-то такое знаете, пишите, чтобы был более экономичный. Потому что на уши очень быстро ломается. Но он удобный. То есть, здесь есть кисточка. Ну, то есть, абсолютно аналог Вивен с собой. Только, насколько я понимаю, в два раза дешевле. Сейчас Вивен с собой что-то прямо с акцены задрали. Но тут уже ничего практически не... А, нет, есть чуть-чуть капелька. Но она мне... Не хватит мне этого цвета для того, чтобы оформить брод. Поэтому покажу вам. Ну, вот так он выглядит. То есть, он такой нейтральный. Теперь я могу освободить свой дом от тары. Это, я думаю, в шоке люди, которые находят в различных контейнерах. Знаете, у нас поставили стекло. Что там? Пластик и бумага. Вот в пластиковом контейнере огромное количество пустых банок из-под косметики. Наверное, люди просто в шоке. Это я так снабжаю. Да, не даю людям отдохнуть. Ну что ж, спасибо огромное, что вы были сегодня со мной. Надеюсь, вы оставите свой комментарий под этим видео. Пишите, пожалуйста, что интересного вы нашли. Я буду очень рада вашим комментариям. Я отвечаю на все. Спасибо огромное. Делитесь полезным друг с другом. Я желаю вам удачи. И будьте благодарны за все, что имеете. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!